Саламу алейкум, Тумсо, у тебя хорошо развита логика. Разъясни логически, если Всевышний знает следующее наше действие, то у нас нет права выбора, так как любой наш выбор он знает заранее. Ваалейкум, ас-саламу амбатуллах. Когда говоришь о религии, ты должен понимать, что религия это не логика. Как сказал Али Ибан Абуту Алиб, да будет доволен им Аллах. Если бы религия строилась бы на логике, то мы делали бы масх, он сказал, протирали бы. Масха это когда ты протираешь что-то, одетое на свои ноги, будь то носки, будь то обувь. Ты должен во время омовения мыть ноги. Но существует послабление в религии. Аллах миловал людей, даруя им какие-то послабления. И человек, который находится, допустим, в пути, может на протяжении трех суток протирать то, что одето на его ноги. А тот, кто находится не в пути, находится у себя дома или в своем населенном пункте, он может в течение одной сутки. Одних суток, прошу прощения. И, в общем, Али ибн Абуту Али бы сказал, что если бы религия строилась бы на логике, то мы бы делали бы масх, то есть протирали бы то, что одето на наши ноги, снизу, а не сверху. А масха делается сверху, протирается. Он говорит, логически, если бы размыслить, то протирание это как бы очищение. Очистить надо там, где грязно. А грязно будет подошва, там, где ты наступаешь и соприкасаешься с землей или с полом, с чем-либо. Там будет грязно. Сверху грязно не будет, ты не соприкасаешься. Но религии нужно протирать сверху. Поэтому здесь нужно смотреть нелогически. Но тот вопрос, который ты задал, он на самом деле это очень сложная тема, тема предопределения. На мой взгляд, это самая сложная тема в религии. Ее сложнее всего понять, и многие люди на этом как бы очень сильно спотыкаются. Это очень сложная тема. Если ты ее как бы не догоняешь, если ты не в состоянии ее догнать, то лучше ее вообще оставить и не трогать. Набираться побольше знаний. Есть было одно разъяснение, очень хорошее у шейха Ибн-Алсамин. Это помилует его Аллах по поводу предопределения. И мне это очень серьезно помогло разобраться с этой темой. Но я сейчас не помню, чтобы порекомендовать вам, как это называлось. Но там прям очень было доступно это все объяснено. В любом случае, надо всегда понимать, что мы с вами не можем всего постичь. И тема с предопределением это самая сложная для постижения тема. Элементарно ты упираешься в вопросы вообще мироздания, вообще для чего это все нужно было, как это так, а почему Иблис, а почему он не поклонился, а зачем давать ему острочку до судного дня, как Иблис, зная, что он будет вечно гореть в аду, зачем ему заниматься всем этим. Представляете, сколько там вопросов, на которые нет просто ответов. Это очень сложно. А по поводу выбора, я тебе так скажу чисто свои мысли. Всевышний Аллах дает нам выбор, безусловно, мы имеем право выбора. Но знает ли Всевышний Аллах, какой выбор мы сделаем? Да, конечно, знает. И это подобно тому, как вот бывает, допустим, наш ребенок. Мы же знаем его предпочтение нашего ребенка. Мы знаем, допустим, если мы ему предложим печеньку или мороженое, что он из этого выберет. Мы знаем его предпочтение. То есть мы даем ему выбор, но мы заранее знаем, что он выберет. Вот это вот что-то нечто подобное, когда Всевышний, он знает нас лучше, чем мы сами. Поэтому, да, безусловно, выбор есть, но и этот выбор тоже предопределен. В общем, тема очень сложная. Я рекомендую ее как бы изучить хорошенько и не торопиться ни в коем случае с выводами.